Совсем скоро для школьников наступит 1 сентября. Трудно представить себе ребенка, который идет на торжественную линейку без цветов. Букет для такого случая нужен особый. Небольшой, удобный и правильно упакованный. По словам флористов, букет лучше покупать утром, а не накануне праздника. Если такой возможности нет, то цветы нужно правильно хранить в холодильнике или под кондиционером. В вазу обязательно налейте побольше холодной воды. Флористическая губка, также известная как оазис для цветов, это незаменимый помощник флористов. Материал служит основой для букетов в корзинах и коробках. Губка не только хорошо впитывает воду, но и удерживает в себе букет. А за счет короткого стебля жидкость быстрее попадает в цветы, и они дольше остаются свежими. Что касается цветовой палитры, то в этом году спрос на нежные букеты в розовых или фиолетовых тонах. Эксперты отмечают, можно собрать композицию на любой вкус и кошелек. Опытный флорист сможет составить букет даже из трех цветков. Одна хризантема в упаковочке условного будет стоить 400-500 рублей. То есть вполне себе букет для первоклассника коротенький. Но вообще в среднем цена маленького букета будет от тысячи, это самое дешевое, это как раз-таки маленькие сумки, до 2000 рублей. Средняя цена 1500 рублей. А если хотите подарить общий букет от класса, то он обойдется в 5000 рублей. Что касается сортов, то самыми стойкими считаются хризантема, альстермерия, диантус, эустома и гладиолус. Съедобный букет – это универсальный, практичный, а главное – вкусный подарок. Им можно порадовать любого человека, независимо от пола и возраста. Тем более, что существует множество вариантов. Стаканчик. В его составе фрипсовые розы, орехи и конфеты из манго. Удобный и бюджетный вариант. Его стоимость – 650 рублей. Настоящий кладезь витаминов – это букеты сухофруктов. Хранить такой презент можно целый месяц при комнатной температуре. А если в композиции есть орехи, то они хранятся 2-3 месяца. Весит меньше килограмма и обойдется в 1600 рублей. А вот такая корзинка подойдет тем родителям, которые решили порадовать учителя коллективно. За такую композицию придется заплатить 2100 рублей. Здесь собраны сухофрукты, чай и необычные розы из яблок. Это полностью натуральный продукт – яблоки. Я их тонко режу и в сушилочке сушу в дегидраторе. Покрашены они пищевыми красителями, покупаются в кондитерском магазине. То есть, когда вы покупаете, допустим, торт, то там используются точно такие же красители. Они абсолютно безопасны. Тем более, что использую я их в минимальном количестве. Конечно, не стоит забывать про букеты, собранные с конфет. Такой подарок можно дополнить открыткой или шариковой ручкой. Специалисты отмечают – сладкая композиция никого не оставит равнодушным и точно запомнится учителю. Ее стоимость – 1700 рублей. Если тот же чай с теми же конфетами упаковать в красивую обертку, подарить в виде букета – это будет и приятнее, и презентабельнее. И смотрится уже как подарок, а не как просто какой-то банальный презент. Помните, подарок для любимого педагога не обязательно должен быть дорогим. Главное – подарить его с душой, теплом и любовью. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События.